И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной видеоролик, связанный с нашими нагибаторскими видосами, которые посвящены игровой тематике. И перед тем, как я думаю, что оглашу сегодняшнее сочетание, хотелось бы, наверное, вам сказать то, что... Спасибо вам за поддержку, спасибо, что вы продолжаете поддерживать, продолжаете комментировать, предлагать свои идеи вооружений. Мне реально, безусловно, приятно всё это дело видеть. И сегодня для вас я подготовил одно очень, прям вот просто максимально интересное вооружение. В связи с тем, что вчера я наконец-таки открыл контейнер XT, и мне упал Twins. Я хтшку это ждал довольно-таки давно, да, не буду я вам врать. И, по сути, не сказал бы, что она какая-то необычная, да, то, что она была бы мне очень нужна. Но так как она мне упала, и так как человек в комментариях написал, что он бы хотел бы увидеть вооружение с данной пушкой, то я посидел и подумал, с чем можно использовать Twins. Вот так вот сижу и думаю, какой-нибудь викинг может быть, титан, мамонт, хантер. Потом думаю, да нет, всё это неинтересно, всё это фигня, друзья мои хорошие. А вот что было бы реально чётко и интересно посмотреть, так это табуреточку, нашу любимую старую табуретку, а именно Waspa Twins, а то самое сочетание, которое реально достойное, реально интересное. И есть определённая у меня предыстория к этому вооружению. Я довольно большое количество времени где-то в 2013-14 году играл на данном сочетании в медиуме, на песочницах и на других картах, и мне реально нравилось данное сочетание. Поэтому сегодня вместе с вами мы протестируем его, посмотрим, сможет ли такое необычное определённое сочетание нагибать у нас. И если на данном видеоролике, друзья, наберётся 150 лайков, то в ближайшее время мы запишем видеоролик на каком-то другом, также необычном и заведомо не самым лучшим вооружением, например, это будет какой-нибудь там Waspa Vulcan или Мамонтеизида, то есть те сочетания, на которых не совсем комфортно и удобно играть. Надеюсь, вы поняли мою тематику. Ну и давайте уже, по сути, отправляться в битву, чтобы тут сильно долго не разглагольствовать. Сегодня, я думаю, что было бы неплохо покатать в захвате флага, и, возможно-таки, попробуем ещё реализовать данное вооружение в ЦП. Начнём с захвата флага, потому что, ну, по сути, данное быстрое сочетание с такой агрессивной пушкой средней дальности стоит, я думаю, что использовать именно в захвате флага. Также попробуем в ЦП. Я, честно говоря, в ЦП не знаю, что можно будет делать на данном сочетании. Ну и давайте отправляться. Что касаемо резиста на Твинса, то здесь я использую, конечно же, безусловно, резист, который... Ой, не резист, а я имею в виду устройство. Устройство я использую то самое, которое у нас отключает сплэш урон и также отключает сам урон по себе, поэтому здесь всё, наверное-таки, дефолтно. Не стал я никакие там тяжёлые эти твинсинки брать, либо брать, например, там... О, как хорошо сбивает, вообще жёстко. У вас по рельсе. Не стал брать устройство на дальность, потому что в нём, по сути, смысла никакого нету. А вот использовать простой обычный твинс, при том, что можно вот так вот залететь, и просто, я думаю, что вот так и улетать, как залетел, то это очень-очень даже скилла интересно. И я вам честно скажу, что это сочетание в определённое время мне настолько безумно нравилось, что я постоянно его брал и просто получал только положительные эмоции. И сегодня, я надеюсь, что все эти катки, которые мы с вами успеем скатать, две или три, они вот будут прям вот точно такие же, и я даже захочу записать ещё видос для вас в дальнейшем на данном интересном сочетании. Поставил бомбочку, отлично. Минус два противника. Конечно, мы будем на вас ещё и реализовывать бомбы. Почему бы и нет? Когда я вижу, что два тиммейта, которые хотят меня нагибать... Боже, ну шов, конечно, накидывать неплохо. Единственная, наверное, проблема в данном сочетании, то, что довольно-таки тяжело въехать в движение, и быстро ещё ориентироваться, и стрелять как-то в бочину, потому что можно очень легко улететь в минус. Пока что я реализовываю, наверное, только плюсы своего корпуса, нежели пушки, потому что вот такие вот ситуации могут происходить, о чём я и говорил. Но, в общем и целом, наверное-таки, друзья, я сейчас попытаюсь ещё и максимально пытаться подамажить на этом вас под линсе, и за счёт не только корпуса, который вытаскивает флаги, но и за пушки, за счёт пушки, которая может просто вот так ворваться, и сейчас я уверен, что я здесь просто начну раздамаживать противника. Один уже, считайте, на респе. На твинсе, к слову, я тоже довольно-таки давно не играл. Сейчас надо, конечно, было бы бомбочку здесь поставить где-нибудь, но пока что у меня тут проблемочки, проблемочки. Давайте выдвигаться сюда. Ай, минка, боже, какая подлая. Я сейчас хотел сместиться под мост, поставить бомбочку, отвлечь двух как минимум противников, и потом за счёт этого ещё и затащить эпизод в свою пользу. Кстати, что касаемо дрона, если вы, друзья, ещё не знаете, я постараюсь в каждом видеоролике это говорить, то, что я использую защитника, потому что считаю, что этот дрон в данный период времени является максимально эффективным и максимально, возможно, и даже в какой-то степени полезным. Поэтому, если что, я эту информацию, безусловно, сказал, но сыграл момент не до конца определённо. И я считаю, что мог его сыграть немножко получше, если не балаболил. Поэтому давайте отправляться нагибать вот этого парня. Потому что если сейчас 2-2 будет, этот парень может ещё и флаг дёрнуть. Я не знаю, что у него там за устройство на... Ой, не устройство, а этот самый дрон. Но мне так кажется, что у него какой-то дрон был интересный. Теперь всё это защитник. Как много танков тут стоит! Сейчас надо врываться. Надо определённо врываться. Поджирного скинул. А я сейчас должен бомбочку, бомбочку, бомбочку. Бомбочку поставить. И просто улететь, улететь, улететь. И на второй круг. На второй круг. Все слились. На второй круг. И спокойнейшим образом вернуть. Вот это чёткое просто использование своего корпуса. Блин, бомбочка. Мне же самого понравилось, как это было гениально задумано. Я надеюсь, что за это можно определённо даже что-нибудь и написать по поводу такого нагибчика. Я считаю, что это достойно. Достойно. Даже само можно. Понравилось. Как получилось развести. Так. Вот этот нагибатор, конечно, бывает очень сильно меня напрягает. И я не знаю, с чем это связано. Но данный молодой человек очень часто попадается против меня. Я не знаю, как это связано и с чем это связано. Но хорошо, что он не сидит и не фокусит меня лично. Потому что я знаю, что какие-то такие движения могли бы проскакивать от данного персонажа. Если вы поняли, о ком я говорю. Но у нас уже 4-1. Две минутки до конца. И, по сути, можно просто врываться. И, блин, не трап пропало. Жалко. Ну ладно, бомбочку поставлю хотя бы. А, ну никого не сольётся ровно. Обидно. Немножечко не в тайминге дал. А там парень уже ставит второй флажочек. Ну ладно, ничего страшного. Две минуты. 4-2. Счёт вообще вполне комфортный. Ничего здесь такого проблематичного нет. Сейчас просто влечу из-под моста и спокойнейшим образом улечу. Давайте так просто делаем. Залетаем с тыла. Залетаем. Добрый вечер, молодые люди. И улетаем. Я даже не хочу их трогать. Зачем мне их трогать? Если они стоят, смотрят. Пусть смотрят дальше. Я просто по траектории красивый залетел. И улетел. Шикарно. Шикарно. Просто бомбический бой. Вот я вот именно Редалерта хотел. Давайте ещё один захват флага сыграем. Одну каточку. Потому что вот если мне вот повезёт сейчас ещё какая-то карта будет такая небольшая. Где будет моё сочетание прям вот дико разносить. То есть Редалерта это максимальное везение. Просто максимальное. Если там ещё какой-нибудь песок, сандал или что-нибудь в этом духе будет нам попадаться. Это будет максимально чётко платошка. Это тоже супер. Просто шикарно. То, блин, вообще вот на таких картах данное сочетание даже, ну, играть на нём одно удовольствие. Ты даже не то, что там страдаешь. Оно реально вот необычное, но оно максимально эффективное. Просто максимально. Вот сейчас мне парень хочет в спину дать. Ну, хорошо, что я здесь немножечко аккуратненько прыгаю. И сейчас надо просто заворачивать. И даже, наверное, аптечку не стоит ещё прожимать. Потому что там никто не сводится. Как же быстро. Ну, блин, здесь бочину, конечно, получил неприятненько. Стабилизации всё-таки нет. У вас, плюс ещё, когда ты стреляешь по бокам, немножко раскачивает нормально так корпус. И не совсем комфортно играть за счёт того, что ты можешь перевернуться. Но максимально эффективное вооружение. Просто максимально. И я повторюсь, оно мне очень сильно нравится. Я не знаю, как вам, но попробуйте обязательно, друзья. Если вот вы на таком никогда ещё не играли, попробуйте определённо. Я думаю, что вам должно зайти. Потому что мне это сочетание заходит, при том, что я на нём довольно продолжительное время вообще не играл. Вот, и сейчас ещё и бомбочкой отлично. Два танчика забрал. Шикарно. Реализуем, как можем. Надо вот сейчас ехать ещё врываться. Дэшечку я, конечно, подожду. Надеюсь, что рельсовод не будет на по мне стрелять. Ясно, понял. Дефолтная темочка. Он ещё может мне... А, ну да, конечно, ещё в подъёмчик, конечно, ты стрелять захочешь. Да, я хорошо хоть третью не захотел мне простреливать. Я не знаю, что там по минам, но здесь где-то были мины, да. Мины до сих пор есть. Мне очень важно узнать, чьи это мины, друзья. Чьи это мины. А, вот этого может быть молодого человека. Что он там ставит. Нет, это были не его мины, а чьи там мины. Мне надо как-то залететь, наверное, через верхнюю правую зону и там уже попробовать просто как влететь, так и улететь. Попробовать что-то сделать похожее, что я сделал на редалерте. Сейчас я подниму здесь овердрайвик по центру и попробую сейчас через правую зону влететь. Надеюсь, что у нас на нашей базе будет всё в порядке. Но этого мамонта, конечно, я не ожидал здесь увидеть, что там Васпик. А, Васпик, походу, слил того, чьи были мины. Отлично. Тогда можно, в принципе, реализовывать. Сейчас момент в свою пользу и надо подстраховывать тиммейта. Где мой тиммейт? А, мой тиммейт немножко потерялся, я понял. Давай, парень, давай сюда, 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 дай флаг! Ну что ж ты? Ой, боже ты мой. Вот толку, вот толку от того, что ты это делаешь. Молодой ты человек, ты всё равно не увезёшь на таком количестве ХП. Бомба, это, как говорится, для осторожности чисто, чтобы они даже не думали, что они могут ворваться через Тантор. Лучше перестраховаться, лучше сделать даже лишний скидышек бомбочки, но зато этот скидышек испугает противника поехать на меня. И это будет, безусловно, плюс для реализации определённого момента. Да, этот парень, я так понял, на защитнике играет. Ещё бомбы, ой, мины откидывает. Он там тоже улетает, нормально, всё хорошо. 2-0 ведём, 4 минуты до конца. Я думаю, что это определённо не конец. Можно здесь сделать больше. Можно не то, что делать больше, нужно, делать больше, друзья, нужно делать больше. И сейчас надо забирать здесь пару танчиков. Пару есть. Этот опять на своём защитнике, да? Нагибает. Давай, давай, пока, молодой. Давай, пока. Хочу бомбочку скинуть. Вот так вот. Просто вот так вот. Хотя бы, хотя бы так сейчас пару танчиков забрал. Один забрал. даже не парочку, но нормально. Безусловно, нормально. Нормально. Чётко. Давайте попробуем. Счёт комфортный. Я могу себе позволить сейчас просто попробовать повытягивать на каких-то интересных моментиках, на какие-то бомбочки поставить. Безусловно, конечно, хочется дёрнуть флажочек, но я же вижу, что они дефают. Я же вижу, что они не хотят терять лишние флаги. И за счёт этого, конечно, безусловно, тяжело мне увезти здесь. Определённо не так легко это сделать, когда у тебя стоит на вражеской базе мамонт-рикошет, который ставит по 9 мин ромашками. Есть диктатор, который стоит. Ну, попытаемся, безусловно, ещё 2,5 минуты есть, но ничего я вам не могу, друзья, гарантировать, потому что это явно не всё настолько изи. Но я думаю, что... Вот сейчас можно врываться, сейчас можно врываться определённо, определённо, определённо и улетать. Просто улетать, улетать, улетать. Бомбочка, которая должна взрывать, да? Тот танчик ушёл. И сейчас я просто через верх, так вот, ну, не самая лучшая траектория, безусловно. Здесь прострел есть, и я могу ещё в минус упасть. Хорошо, что никто не попал и не стрельнул. А, там голдик, они все на голд едут. Ну ладно, я поехал туда флаг уводить. Давайте, давайте, молодые люди, все едьте за голдом. Все за голдом. Все за голдиком, а я полетел увозить у вас флаг, молодые люди. Я вот так и залетел. Блин, нет, надо было через верх. Неправильная траектория была выбрана мною, через чернагло, если честно. Хотел уже понаглеть. Согласен, что на такую наглость мне уже противник не даёт шанса. Ну, блин, ещё здесь гаусс. Гаусс, блин, зараза, ещё рельса в спине. Чуть неприятненько получилось. Ну, надо было сразу, наверное, просто вылетать через верх, но мой тиммейт вроде как подобрал здесь флажочек, всё у него хорошо, всё в порядке. Всё в порядке. Здесь можно немножко подсобить своему тиммейту, помочь ему немножко разрешать, разрешить эту ситуацию. Блин, даже показалось, что я нарезку шёл, потому что так зацепился неприятненько. Ой, хорошо, бумочка, так как срабатывает. Ааа, табуретка моя, боже. Того чилика-то я забрала. Чё толку от того, что я его забрал. Когда меня просто рикошет раздамаживает, а в бочину, когда такие выстрелы прям летят, это настолько некомфортная темочка. Очень тяжело с этим справиться. Но определённо можно, конечно, безусловно. Безусловно, можно. Можно решать эти эпизоды в свою пользу. И сейчас можно увозить. Главное, чтобы рельса в спину не прилетела. Рельса уже в спине. Теперь это ФК. И мне даёт шанс поставить этот флаг. Там рикошет накидывает. Объехал минку. Нет! Ну, где тиммейт? Давай, ну урон, 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 урон. Ну, боже ты мой. Почему вы так медленно всё делаете? Ну, я просто помогаю максимум, делаю заходы. Уже даже флаг до доставки даётся. Никто не поможет. Никто не поможет. Вы помните, что было вчера, друзья мои хорошие? Какие были катки, какие были тиммейтеры? Сегодня, конечно, вроде как не сталкиваюсь с такими прям жёсткими проблемами. Но, всё равно, видите, мог поставить пятый. Катки получаются прям максимально чёткие. Прям максимально. Теперь давайте только зайдём, почекаем всё это дело, как оно будет смотреться в контроле точек. Потому что определённо в захвате флага на небольших картах плато, песочница, сандал, редалер, скажите мне ещё какие-нибудь карты. То есть, средней дальности карты все определённо можно максимально эффективно использовать данное сочетание. Оно просто нереально, что круто смотрится. И этот табуретчик, это что-то с чем-то. У меня крит ошибка. Сейчас я, быстро-быстро-быстро-быстро обновлюсь. Обожаю я мою игру. Из-за того, что этот клиент вот такие вот вещи бывают, вытворяет. Но, здесь, как говорится, я уже ничего поделать не могу. Ну и давайте прогружаемся в контроль точек. Вчера у меня там тоже баги какие-то были с прогрузкой. Сегодня никаких багов не будет. всё хорошо. Карта трибьют две минуты до конца. Я понял вас. Перепикивать, конечно же, я не буду. Но, сыграть ещё одну катку полноценную определённо надо. Определённо надо, потому что за эти две минуты я ничего хорошего не покажу вам в этом режиме. Потому что этого времени абсолютно недостаточно. Абсолютно недостаточно. Ещё и эта катка какая-то слитая. Зачем я вообще на неё подпикнула? Объясните мне, пожалуйста. Вот что я могу сделать в такой катке за две минуты? Абсолютно. Я не понимаю. Она слитая. Противника двадцать пять уже точек из тридцати. Вот для чего вообще пикать на такие катки? Я не понимаю. В чём логика? Я что могу здесь сделать? То есть у нас даже у тиммейтов тут уже нет. У меня подпикивает на такие катки. Я в шоке. Ну и что я буду здесь делать? Надеюсь, что он мне хотя бы не выключит. Без наркей какой-то нагибатор. Ну и определённо надо точки забирать. Если хотя бы попытаться вытянуть, то надо забирать точки. Тиммейт тут заберёт. Поеду тогда я на. Попробую эту подхватить точечку. Блин, тяжеловато. Тяжеловато. Не хочется сливаться. Ноль хп осталось у него. Откатился. Думал, не сольюсь. Но оказалось, это ложное движение было с моей стороны. Ошибся. Немножечко можно было чуть поэффективнее отыграть данный эпизод. Ну и здесь надо было бы, конечно же, чтобы мои тиммейты хотя бы забирали. Ну точку А, ну друзья мои хорошие, ну заберите её, пожалуйста. Хотя бы точку А заберите. Было бы неплохо, конечно, если бы ещё что-нибудь позабирали. Ну, хотя бы пару точек будет максимально чётко, круто. В этом плане. Табуреточка. Табуреточка улетел, отлично. Супер. Максимально круто. А сейчас бомбочку. Сейчас бомбочку. Бомбочку. Добрый вечер, молодые люди. Пока. Они даже точку отхватить успели. Ё-моё. Реализовывать вас довольно-таки несложно, но зачастую от тебя ничего не зависит в таких катках, когда тебя подпикивают за две минуты до конца, и ещё и очков так много у ребят, и если бы я играл бы здесь бы на звёзды, то определённо, если бы это был бы не видеоролик, я бы вышел с этой катки. То есть, ну никакого смысла нет. Проигранный бой. Опыта у тиммейтов много, то есть, тут даже звёзды ты не заберёшь. И для чего вот так вот подпикивают, ну, даже неприятно в какой-то степени, но, как я уже говорил, я не собираюсь перепикивать катки на видеороликах, потому что нужно играть то, что даёт матчмейки. Вам определённо нужно понимать, что не всегда получаются такие крутые бои, потому что зачастую вы смотрите, говорите, что вот, тебе везёт. Нет, ребят, мне не везёт. Мне определённо не везёт. Мне так же само, как и вам, попадаются такие же самые бои, которые вот, ну, вот такие вот, ну, не самые чёткие, да, две минуты до конца, трибьют, я сливаю у моих тиммейтов там по 300 опыта, и максимум, что я могу, даже вот я набил почти 200 опыта. Это реально много. Реально много за такое количество времени. и, ну, я понимаю, что при любом раскладе всё равно получают две звезды. И, ну, это не есть хорошо, это не есть круто, это не есть суперэффективно, поэтому не всегда мне попадаются такие вот интересные и качественные бои, где я, например, там залетаю за выигрышную команду или ещё что-то крутое происходит. Бывают и такие катки не самые приятненькие, но определённо их показывать нужно. А тут у нас бобрусь, кстати, очень неплохой начинается уже с 8.0, три точки комфортно здесь контролируем, и я бы хотел бы где-нибудь бомбочку воткнуть, если честно. Давайте попробую так сделать. Немножко пострелять здесь. Дэмэдж, 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 дэмэдж. Там аптечка сбита, пол хп где-то осталось у этого громчика, может даже меньше. Но даже если они будут контролировать одну точку, хотя я даже сейчас поеду её забирать. Будет всё здесь у нас отлично. Довольно-таки неплохой подбор по игрокам у нас здесь. Получается, не знаю, что тут по противнику, особо я не посмотрел, но вроде как катку тянем, значит всё в этом плане у нас неплохо. Я ещё и здесь должен забирать точку, и надо улетать. Надо улетать, не получать лишний урон, и желательно, наверное, не подпускать здесь противника к этой точке. Даже при том раскладе, то что он прожимает овердрайв, это не даёт ему абсолютно ничего в этом эпизоде, в этом моменте. Я хотел бы бомбочку тут поставить, но... Понимаю, что купол работает, но даже если бы я поставил бомбу, всё равно бы никакого там урона и пользы особой не было бы. Если бы я, конечно, знал, через сколько секунд этот купол спадёт, тогда было бы, наверное, поэффективнее. А пока никакой такой жёсткой пользы от этой ситуации я явно не поимел. Конечно, корпус расшатывает, ну, максимально жёстко. Максимально жёстко вы это видите, если вы думаете, что это легко. Попробуйте сами. Определённо, это, ну, не самое простое вооружение. Если кто-нибудь в комментариях осмелится написать, да, это изи, да, тут что там сложного, зажал пробел, попадай. Попробуйте, друзья, попробуйте, поиграйте на этом сочетании. Возможно, кажется со стороны, что это довольно-таки просто. Вы спокойно едете и попадаете, но здесь нужно довольно жёстко балансировать корпус и отлично понимать, что в любой, в любом моменте практически вы можете просто перевернуться за счёт того, что вы стрельнете вот так, а вам просто там какой-нибудь гром прилетит или молот, и вы просто улетите в минус за счёт силы удара, за счёт этой самоотдачи. И в этом плане, конечно, не всё так гладко, но сочетание обязательно попробуйте. Оно реально очень фановое в какой-то степени и оказывается даже и полезное. На нём можно даже нагибать, можно набирать большое количество опыта и даже вот так вот просто разваливать хоре рельсу, которая стоит с овердрайвом и думает, что сейчас она будет что-то здесь делать. бомбочка походу никого не убьёт, да, не самая. Лучшая бомба, конечно, была в моём исполнении, но там уже не было возможности, я и так уже с этой бомбой катаюсь довольно продолжительное количество времени, нужно было её где-то уже реализовывать. Сейчас здесь фульчик проврубим, нам забирать точку С, сейчас пулемёт по мне будет накидывать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не, здесь это очень больно, если честно, так стоять, чтобы он переключился на моего тилейта. Сейчас у моего тилейта ТХП побольше будет, вместе мы заберём намного быстрее эту точку. Так, там парень может купол поставить, или это было бы неплохо, если бы он бы его поставил, но он его не ставит. Ладно, пока контролит точку. Вроде как, пока выигрываем. Пока ведём, 5-2. О, 5-2, говорю, 17-12, ну, я имею в виду на 5 точек хотел сказать немножко не то произнес ну и наверное не стоило здесь выезжать на этого хорна то мало то я не думал что там такой колоссальный урон прилетит кто-то залетела чересчур много сейчас здесь не слиться давайте его заберем но и отправляемся на давление наверное правой зоны что я здесь могу сделать еще задавить правую зону та точка которая не захвачена определенно сейчас надо здесь попытаться ее забрать до дашки подгубает конечно ну жесткий урон очень жесткий урон не хочу конечно переодевать резист от молота что все равно там зачастую он будет на овердрайве особо толку и смысла нету в этом резисте наверное лучше стоит просто не попадаться пытаться на данного игрока и за счет этого уже выигрывать определенные эпизоды но и вулкан тоже конечно наносит очень большое количество дэмэджа максим что я сделаю наверное вот с этой точкой это просто отплачу блин хотел бомбу поставить не получилось обидно не успел немножечко в тайминге дать счет уже сравняли к слову 17 17 надо играть как-то повнимательнее как-то поаккуратнее возможно даже пытаться все-таки вытянуть 8 ракет очень больно если честно еще и минус упал они добьют здесь безусловно долго будет сливать лучше и быстрее сомничтожить и помогу своим тиммейтом очень важная минута на контроле точек сейчас наступает и сейчас нужно максимальный контроль точек максимальный вот просто максимально реализуемый центральная думаю что контролируется помогу здесь молодому человеку забрать точку а и надо отправляться на давление безусловно сейчас надо принимать как можно больше противников ставить бомбочки не сказать что она была тоже максимально эффективная неудобная зона была не забрала здесь никого но придавил противника 40 секунд есть сейчас пока они там доедут до этой точки я может быть даже успею ворваться на точку а за счет этого немножечко подстопить время потому что по сути времени уже довольно таки мало и все что мне надо сделать это чуть-чуть под саппортить чуть чуть под саппортить чуть-чуть придержать времечко и мои тиммейты к слову уже тоже едет на точку а все супер просто шикарно б контролируем и я могу в принципе уже наверное даже констатировать то что данная катка является выигранной при том что я еще и занимаю первое место в этой катке все сегодня катки получились довольно таки продуктивными ни одной катки я не проиграл ни одной катки я не опустился ниже первого места и это достойно это безусловно круто то что получаются такие интересные бои попадаются в какой-то степени неплохие тиммейты с которыми можно вытянуть такие каточки что касаемо п конечно здесь единичка не такого большого нету но есть как бы вас пик плюс еще как-то в минус бывает падаю за счет этого еще тоже у пашка ухудшается вот такой видеоролик у нас сегодня друзья получился я надеюсь что он вам понравился что вы его оцените лайком если не подписаны на канал то безусловно моя лишь просьба чтобы вы на него подписались если вам это несложно сделайте красную кнопочку серый потому что довольно большое количество людей смотрит видеоролики без подписки но с вами был мистер ванька спасибо ребят всем за просмотр всем удачи и всем пока